Здравствуйте, это еженедельная рубрика об иммиграции в США на канале Руд Флорида. Меня зовут Виктория Шерегина, и я иммиграционный адвокат из Орландо, что в солнечной Флориде. Сегодня поговорим об отличии визы EB1A от визы EB2 National Interest Waiver. Перед тем, как перейти непосредственно к отличию EB1A от EB2 National Interest Waiver, давайте определимся в терминах и понятиях. Во-первых, аббревиатура EB означает не что иное, как Employment Based, то есть на основании трудоустройства. Все программы, названия которых начинаются с аббревиатуры EB, являются иммиграционными и предполагают трудовую деятельность. Если вы помните, в одном из прошлых видео мы говорили о том, что EB1A – это иммиграционная виза, позволяющая людям с выдающимися способностями в области науки, искусства, образования, бизнеса или спорта ходатайствовать о получении грин-карты. Для того, чтобы доказать свою экстраординарность, заявитель должен быть обладателем всемирно известной премии из разряда Нобелевской или Полицеровской, или же соответствовать как минимум трем из десяти определенных критериев, как то Является лауреатом национальной или международной премии в области своей профессиональной деятельности Является членом профессиональной ассоциации, организации, для членств, в которой необходимы выдающиеся достижения в профессиональной области Принимал участие в оценке работы коллег в своей профессиональной области. Популярные или профессиональные медиа публиковали материалы о его профессиональных успехах. Этот человек внес свой научный, образовательный или предпринимательский вклад в развитие профессиональной отрасли. Он является автором образовательных статей в своей профессиональной отрасли. Занимал ключевую позицию в организации, которая имеет выдающуюся репутацию на рынке. Или за свои профессиональные услуги получал высокую заработную плату или иное вознаграждение. Либо же имел коммерческий успех в области сценического искусства. Либо его работы выставлялись в художественных галереях и других выставочных центрах. Что касается EBITU National Interest Waiver, то эта виза предполагает наличие у вас образования не ниже уровня магистрского или его эквивалента. И доказательство того, что ваша деятельность в США лежит в сфере национальных интересов. То, о чем мы говорили на прошлой неделе. Если нужного образования у вас нет, то можно доказать наличие у вас исключительных способностей. Доказать соответствие исключительным способностям можно, продемонстрировав наличие как минимум трех критериев. Первое. Профессиональный диплом. Второе. Сертификат или лицензия, которые необходимы для профессиональной реализации. Рекомендательные письма от коллег, которые свидетельствуют о вашем вкладе в развитие отрасли, о ваших профессиональных успехах, достижениях. Членство в профессиональных ассоциациях. Профессиональный опыт от 10 лет и выше. Высокая заработная плата в сравнении с коллегами по отрасли. Либо иные доказательства, которые свидетельствуют о вашей, скажем так, нерядовой профессиональной квалификации. Все это звучит очень знакомо, не правда ли? Однако, исключительные способности. Exceptional abilities. Не нужно путать с выдающимися способностями. Extraordinary abilities. Если нужно нарисовать очень условный сравнительный график условных способностей или талантов, то выглядел бы он примерно так. Экстраординарные способности где-то будут вот на таком уровне и исключительные способности вот на таком. То есть разница не глобальная, но тем не менее она есть. Иными словами, каждый специалист с выдающимися способностями имеет исключительные способности. Но не каждый специалист с исключительными способностями может доказать свои выдающиеся таланты. Учитывая, что критерий для EB1A выше, чем для EB2 National Interest Waiver, логично, что в год одобряют меньше виз EB1A, чем EB2 National Interest Waiver. Чем меньше одобренных заявлений, тем меньше время ожидания для получения иммиграционных виз или гринкард. Помните, в прошлом видео мы говорили об иммиграционном бюллетене? В настоящее время спрос на визы EB2 National Interest Waiver превышает предложение. И отсюда сформировалась очередь длиною почти в год для большинства стран. Нередко я слышу вопрос «Окей, если я подхожу под оба типа виз, мне нужно выбрать какую-то одну? Или можно ходатайствовать об обеих визах одновременно?» Хорошая новость заключается в том, что вы можете одновременно ходатайствовать и об EB1A, и об EB2 National Interest Waiver. Если одобрят обе петиции, вы будете выбирать наиболее удобный вариант для себя. По-моему, отлично. Спасибо за ваше внимание. Расскажите в комментариях о получении талантливых виз. Для какой профессии вы бы хотели, чтобы я рассказала в следующих видео. До встречи на следующей неделе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!